Валматы сегодня начнет работу 15-й Евразийский медиафорум. В этом году он проходит под девизом «15 лет эволюции. Как меняется мир и как мир меняет нас». Ожидается, что на международной коммуникационной площадке соберутся около 600 делегатов из более чем 60 стран. Среди них представители популярных СМИ, таких как Евроньюс, CNN, BBC, Associated Press, Television News, New York Times, а также нобелевские лауреаты, международные специалисты и бизнесмены. Главная цель форума – создать открытый и прямой диалог представителей крупнейших международных медиаструктур и экспертов мирового уровня. За последние 15 лет Евразийский медиафорум стал ведущей дискуссионной площадкой для обсуждения глобальных проблем и занял особое место в пространстве мировых медиа. Об этом в программе «Интервью» нашему каналу рассказал генеральный директор форума Руслан Жемков. По его словам, диалоговая площадка призвана возродить роль Центральной Азии как центра коммуникаций. На этот раз приглашенные спикеры говорят о международных отношениях, эволюции окружающей среды и современных технологиях в средствах массовой информации. Программа форума рассчитана на три дня. Будет проведено семь пленарных заседаний и авторские мастер-классы от известных журналистов. Мы являемся, я бы так назвал это, инструментом мягкой силы, когда мы с помощью каких-то дискуссий, диалогов, а не с помощью агрессивных действий объясняем людям, как можно решать определенные вопросы. Мы не подписываем никаких меморандумов по итогам форумов. Такая идея была, мы это обсуждали неоднократно. Мы приходили к выводу, что наша задача все-таки в другом. Наша задача показать, кто мы есть, сформировать определенное отношение к себе и показать это журналистам. В этом году единое национальное тестирование будут сдавать около 100 тысяч выпускников. Оно пройдет с 20 июня по 1 июля. Подготовку к тестам обсудят сегодня на заседании правительства страны. Кроме того, на повестке Кабмина весенние полевые работы, вопросы подготовки, ликвидации лесных и степных пожаров, а также цифровизации труда и социальной сферы. Масштабное событие как для предприятий обороны промышленности, так и для всех казахстанцев. Выставка «Кадекс-2018» откроется уже завтра, 23 мая. Известно, что в этом году она соберет на одной площадке лучшую военную продукцию более 300 крупнейших компаний из 28 стран ближнего и дальнего зарубежья. Ожидается подписание ряда долгосрочных меморандумов. Морал Манжолова выяснила, как идет подготовка. 124 единицы военной сухопутной техники и 18 летательные будет выставлено в этом году на «Кадекс-2018». Все они представляют из себя последние модернизированные образцы военного вооружения из более 30 стран мира. Усовершенствованные танки, бронетранспортеры последнего поколения, многоцелевые вертолеты. Выставка вооружения и военно-технического имущества «Кадекс» не перестает удивлять. К тому же в этом году ее дополнят уникальные образцы из достижений космической отрасли республики. Дополнено тем, что к традиционным вещам и направлениям, которые мы видели в аналогичных выставках «Кадекс» в прошлых лет, будут добавлены составляющие такого плана, как тематика информационной кибербезопасности, а также космической деятельности республики Казахстан. «Кадекс-2018» соберет лучшую военную продукцию более 300 ведущих мировых производителей из 28 стран ближнего и дальнего зарубежья. Масштабным это событие станет и для казахстанских флагманов обороны и промышленности. Ожидается подписание более 50 соглашений о сотрудничестве. Мы представляем новые модификации машин «Орлан» в трех модификациях. Также мы представляем впервые на выставке «Кадекс» «Борис-6х6» с боевым модулем машину среднего звена до 8 тонн. Это БКМ «Олан». Ряд стран крайне заинтересованы в нашей технике. В этом году на выставке будут работать 10 павильонов. Среди них и экспозиции казахстанских предприятий, а также павильон, посвященный космической отрасли. Кстати, на тему развития мировой космонавтики участники «Кадекс» поговорят на заранее запланированных конференциях, что также ново для выставки. Напомню, она пройдет с 23 по 26 мая. Марана Манжолова, Ербол Даеров, Астана, Хабар, 24. Порядка 400 предпринимателей примут участие в Казахстанско-Узбекском бизнес-форуме, который стартует сегодня в Шемкенте. Укрепление экономического сотрудничества позволит увеличить товарооборот между нашими странами. В прошлом году он достиг 2 миллиардов долларов. Это на треть выше показателей 2016 года. Что касается Южно-Казахстанской области, то взаимная торговля с соседней республикой по итогам минувшего года увеличилась почти на 12% и превысила 622 миллиона долларов. После форума эти показатели увеличатся в разы, уверены организаторы. Казахстанские производители заинтересованы в рынке соседнего государства, потому как он один из крупных в регионе. Мы планируем создание между предпринимателями двух стран кооперации с целью поставления продукции либо услуг в третьи страны. Так как у нас есть сосед с очень большим рынком, Китайская народная республика и вообще другие тоже страны, не только Китай. Но вот с такой целью хотим совместные проекты, возможно, будут казахстанские, узбекистанские. Это уже мы будем сейчас подписывать какие-то меморандумы, контракты. Казалардинская область в рамках программы Рухани Жанхру реализует 81 проект. В прошлом году в регионе также была проделана большая работа. В этом направлении было запущено 79 проектов. Подробнее о них на пресс-конференции службы центральной коммуникации и сегодня расскажет глава области Крымбеку Ширбаев. Трагедия в Атырау. Поздней ночью двое подростков по неосторожности упали с высоты 15 этажа в шахту лифта. Об этом сообщает Управление гражданской защиты города. Один из пострадавших 2004 года рождения, как сообщается, скончался на месте. Другой, по неподтвержденным данным, умер позже в реанимационном отделении областной больницы. Грузовой лифт находился в нерабочем состоянии. На данный момент ведется следствие. Подробности ЧП выясняются. На Тюмени и ее окрестности обрушился мощный ураган. Как сообщают российские СМИ, за помощью к медикам с травмами обратились 39 человек. Одна из пострадавших в реанимации. Ее состояние врачи оценивают как тяжелое. Во время урагана женщина находилась в машине, на которую упали кирпичи. Мощные порывы ветра продолжались в Тюмени недолго. Однако в городе повалены десятки деревьев, автобусные остановки и мусорные баки, сорваны крыши домов. Сумма ущерба нанесенного стихией сейчас подсчитывается. Не менее пяти человек погибли в результате проливных дождей и штормового ветра, которые обрушились на Шри-Ланку накануне. А трое из них погибли от ударов молнии. Еще двое при сходе оползней и падении дерева. Между тем стихия разрушила десятки жилых домов в регионе. Свыше 250 местных жителей эвакуированы в специальное убежище. На Шри-Ланке начался ежегодный период мусорных дождей. По прогнозам синоптиков, количество осадков в некоторых районах может превысить 150 миллиметров. В прошлом году дожди вызвали сильные наводнения и многочисленные оползни на острове. Они унесли жизни свыше 200 человек. Мы уже задействовали лодки военно-морского флота страны. В пострадавшие районы отправлены спасатели. Ситуация находится под контролем. Жители Ак-Тубе жалуются на несвоевременный вывоз твердых бытовых отходов. Чтобы решить проблему с вывозом мусора, власти города объявили повторный конкурс. Теперь этим вопросом займутся сразу 10 компаний. Все они оснащены необходимой специализированной техникой, однако не все компании вовремя приступили к своей работе. Когда Ак-Тубе вновь превратится в чистый и красивый город, выясняла Елена Устимович. Еще две недели назад город больше напоминал огромный мусорный полигон. А груды отходов в каждом дворе становились привычными для глаз. Самые неравнодушные жители обрывали телефоны коммунальных служб и писали грозные жалобы в социальных сетях с требованием вернуть родному Ак-Тубе статус чистого и цветущего города. Постоянно все полное, а у нас еще ветер раздувается, прям как раз на наш этот дом все вот эти летят. И ужасно, просто ужасно нужно что-то делать, чтобы все вот это убиралось. Раньше вывозили мусор, хорошо вывозили, сейчас перестали вывозить. Я даже боюсь своих детей, внуков отпустить погулять на детскую площадку, потому что все, вся грязь идет туда. Ранние обязанности по вывозу ТБО в городе выполняли всего две компании. Одна прекратила свою деятельность в связи с невыгодностью тарифа. Второе предприятие по решению правительства было выставлено на приватизацию. Но желающих его выкупить не нашлось. Начата процедура ликвидации предприятия. Это и стало причиной мусорной проблемы. Власти города пересмотрели правила, расторгли контракты и объявили новый конкурс, поделив для удобства город на 10 участков. Теперь уборкой мусора займутся сразу 10 компаний. На 90% урегулировалась система вывоза. Есть пару компаний, которые не встали на рельсы. Им уже выданы уведомления. Но я думаю, они в кратчайшее время войдут в колею. Около 35 мусоровозов. Также есть необходимые погрузчики в случае, если создастся стихийная свалка. Необходимые самосвалы имеются. В день на городской полигон в Актубе вывозят 900 тонн мусора. И эта цифра постепенно увеличивается по мере того, как растет город. Чтобы справиться с объемом работ новым компаниям, рекомендовано наращивать парк спецтехники. Этот вопрос должен решаться за счет собственных средств, так как тариф для жителей останется неизменным. Елена Устимович, Ботмолдогалиев, Актубе, Хабар 24. Сразу несколько микрорайонов Усть-Каменогорска, которые топило это весной, внесли в специальную карту паспорта безопасности города. Такие меры помогут избежать подтопления в будущем, уверены специалисты. Екатерина Зайцева продолжит тему. Ежегодно река Ульба выходит из берегов. Уровень воды в ней поднимается до 4 метров. Бурное течение приносит немалый ущерб жителям Старой Согры и микрорайона Гавань. Но эту проблему с подтоплением можно решить кардинально. А решать ее будут путем расширения берегов реки Ульба, что позволит забыть о весенних паводках, считают специалисты городского отдела по чрезвычайным ситуациям. На 40 миллионов тенге уже разработали проектно-сметную документацию по возврату водоема «Безопасное русло». По итогам этого весеннего периода нами было внесено 27 предложений по всем арычным системам, дорогам, рекам, ручьям. Необходимо расширение подмостовых частей, это по проспекту Абая, это на Чичеке. Необходимо береговое укрепление расчистка русла реки Маховки в районе улиц Скалистых и Дружинников. Ну и так, очень необходимо проведение арычной системы в селе Минавное. Единственная в Усть-Каменогорске из ныне действующих арычная система расположена в поселке Красино. Но этой весной она не спасла жителей микрорайона от паводковых вод. В течение двух дней через арык может пройти 16 тысяч кубометров воды. В этом году ее количество увеличилось почти в 20 раз. В том, что арыки в городе не функционируют, есть и вина населения. Их всячески засоряют, и оттого они малоэффективны в период паводков. Предложенные проекты будут реализованы в течение ближайших трех лет в рамках благоустройства городских территорий. Екатерина Зайцева, Аслан Тулепов, Роман Родионов, Усть-Каменогорск, Хабар, 24. В Петропавловске обнаружили колбасу с антибиотиком. В общей сложности с прилавков санитарные врачи изъяли больше 12 килограммов полуфабрикатов на рынок северного Казахстана. Их завезли из Уральска и российского Омска. По словам представителей СЭС, в колбасных изделиях был превышен допустимый уровень оливомицетина. Вся партия уничтожена. Примерно на город ежемесячно выделяется более 130 тысяч тенге. Мы закупаем большой перечень продукции, начиная от молочной продукции, продукции легкой промышленности, промышленные товары, детские игрушки. И в ходе этого мониторинга выявляется такая нестандартная продукция, принимаются по ней вот такие вот меры. Конкурс на создание новых и улучшение местных сортов яровой пшеницы в ближайшее время объявит Министерство сельского хозяйства. Кроме того, учтут рекомендации для точного земледелия с учетом климатических условий. Площадкой для внедрения станут Североказахстанская, Кустанайская, Павлодарская, Акмолинская и Карагандинская области. В дальнейшем технологию растиражируют на южные регионы страны. На эти цели выделят почти 2 миллиарда тенге. Об этом на брифинге в СЦК сообщил генеральный директор научно-производственного центра зернового хозяйства имени Бараева. Совместно с Национальным центром биотехнологии центр работает над внедрением точного земледелия. Это технологии умного полива, интеллектуальной системы внесения удобрений и борьбы с сорняками и вредителями. Проект уже реализуется в Акмолинской области на площади в 3000 гектаров. Осенью здесь ожидает урожай зерновых до 25 центнеров с гектаром. Ученые планируют задействовать в сельхозотходах и малоплодородной площади, засеивая их многолетними сортами пшеницы. Пишем проект по многолетней пшенице. Вот я в Америке, в Техасе, во всех странах был. Хочу договор заключить с ними, чтобы мы поработали по многолетней пшенице. Многолетняя пшеница дает мой 10%, урожайность меньше той пшеницы, но она 5 лет не сеешь, только уборка. В Володаре начали готовить IT-специалистов. Первый центр по их подготовке открылся в Инновационном Евразийском университете. Заявки на обучение уже подали 44 человека. Слушатели пройдут 200-часовое обучение, после чего смогут самостоятельно разрабатывать цифровые программы и приложения. Проект реализуется при поддержке партии Нуратан и палаты предпринимателя Атамикен. К обучению допускают всех желающих без возрастных ограничений, но обязательно в статусе безработного или самозанятого. Всего же по республике в ближайшее время откроются 20 подобных IT-центров, где планируют обучить 100 тысяч человек. На базе этих классов мы в первую очередь даже ставим с собой задачу это трудоустройство. Конечно, это самый важный приоритет, чтобы они были трудоустроены, были востребованы. Именно здесь партия и НПП должны принять активное участие и проконтролировать этот момент. Я думаю, я смогу открыть свое ИП и, собственно, уже на базе IT-технологий. Скорее всего, это будет создание программ. То есть у меня уже есть люди, которые в этом достаточно свою нишу заняли, и они, собственно, будут мне помогать, я уверен. Алматы разработали дорожную карту активного долголетия. Цель проекта – организовать пенсионерам досуг с пользой для здоровья. У пожилых людей появится возможность круглый год бесплатно посещать спортивные секции, заниматься танцами, изучать английский, в общем, ввести полноценный активный образ жизни. Когда начнут функционировать центры активного долголетия, знает Оскар Сергалеев. Сегодня в Алматы проживают больше 220 тысяч пенсионеров. Свободного времени хоть отбавляй, но как его использовать с максимальной пользой, знают, к сожалению, не все. Вот и решили местной власти взять инициативу в свои руки. 2018-й объявили годом пожилых людей, разработали специальную дорожную карту и решили создать центр активного долголетия. К нам уже подготовлен здание, в нем проводятся ремонтные работы и где-то в июне месяце мы уже планируем его открыть. Сейчас у нас с районными отделами занятий проводится анкетирование пожилых граждан. Согласно этим анкетам будем мы уже формировать группы. В центре будут учить скандинавской ходьбе, танцам, английскому, компьютерной грамотности и многому другому. Открытие подобных клубов в городе ждут давно, иначе как объяснить такое стихиное явление, как скверы здоровья. Когда в этом зеленом уголке в центре города появился сквер здоровья, никто уже и не помнит. Каждое утро здесь собираются больше ста человек. Люди сюда приходят не только получить заряд бодрости, но и просто пообщаться. Это не только утренняя зарядка, а целый комплекс упражнений, избавляющий от приступов бронхиальной астмы, аллергии и сердечно-сосудистых заболеваний, говорят любители активного образа жизни. Когда я только пришла сюда, у меня стенокардия, аритмия, давление. Сейчас, вот я уже хожу 4 года, все, чувствую себя отлично. Тут вы не сглазить, конечно. Они дружить начинают, ходить друг к другу в гости, помогают, если человек заболел, навещают в больнице, навещают дома. Тамара Фартукова – основатель сквера здоровья, она же и тренер всех, кто хочет к ней присоединиться. Желающих много, но мужчин среди них не видно. У представителей сильного пола, как оказалось, другие интересы. И собираются они в другом парке. Лично я не хожу просто так играть. Я занимаюсь дома, литературу читаю. Я где-то в районе уже второго, буду на первый раз стараться играть, до мастера вырасти, до грошмейстера. У меня такая цель. Кроме городского центра, в каждом районе Алматы будут функционировать мини-центры активного долголетия. Также появятся клубы для пенсионеров при театрах и библиотеках. Оскар Сергалиев, Канат Каматаев и Эдуард Кон. Алмата, Хабар, 24. Две золотых и одну бронзовую медаль привезли казахстанские школьники с Азиатской олимпиады по физике. В этом году она проходила во Вьетнаме. За призовые места боролись около 180 школьников из 25 стран. По словам победителя, Нурдаулета Кемеля подготовка заняла у него все каникулы и выходные и дни учебного года. Кроме того, углубленным изучением предмета он занимается седьмого класса. На уроках мы проходим более, наверное, концептуальные вещи. Ну, вещи, которые нужно просто понять. На олимпиадах мы делаем то же самое, но углубленное. И плюс еще нужен мощный математический аппарат, наверное. Ну, чтобы отдельно по математике еще нужно готовиться в плане высшей математики, чтобы решать по физике задачи. Азиатская Олимпиада традиционно считается самой престижной, потому что регион славится сильными знаниями школьников области физики и математики. За 18-летнюю историю Олимпиады Казахстан всего шесть раз удостаивался золота. Победителям дается возможность претендовать на преимущество при поступлении в университет и повышенную стипендию. Я сам тоже участвовал на Олимпиадах международных, и поэтому для меня это как бы символическая подготовка. То есть в свое время меня готовили, теперь я вот помогаю. Мне кажется, в Казахстане у нас очень хорошие знания, уровень знаний. Наверное, больше, чуть-чуть хромает у нас возможность умения эти знания презентовать. Если у нас это будет, то наши студенты будут поступать в высшие учебные заведения мира. Это была последняя информация выпуска. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова